Здравствуйте, Павел Менцегаз. Проверка газового оборудования. Следующий этап проверки – проверка тяги водонагревательной колонки. Если тяги нет, это может означать, что опасный угарный газ может попасть в помещение. Тяга есть. Хозяйка квартиры Елена Светгоряева говорит, что всегда следит за тягой, а запах газа бывает, когда полностью закрыты окна. Бывает, когда окна закрыты. Вот, кстати, закрыли окна. У нас всегда стоит микропроветривание, чтобы циркуляция у воздуха была. Но обращаться к газовикам тоже приходилось. Однажды, когда сломалась одна горелка на плите, пахло газом на кухне. Запах доходил и до коридора. Завала 04, комфорка у нас не работала, когда старая газовая плита была. И пахло газом. Приехали моментом. Елена рассказывает, что знает историю трехлетней давности, когда неисправная колонка стала причиной гибели людей. У нас на первом этаже, в соседнем подъезде, два человека угорели. После проверки слесарь проводит инструктаж по технике безопасности. Закрываем газовые краны, не пользуемся электроприборами, проветриваем помещение, открываем форточку, окна. Жители должны предоставить доступ в квартиру газовикам не реже одного раза в год, чтобы специалисты могли проверить оборудование. Дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять не реже трех раз в год. Абоненты могут проверить удостоверение, форму сотрудника ЭПО «Альметьевсгаз». Также могут позвонить по номеру, указанному в квитанциях, уточнить, работает ли такой сотрудник в ЭПО «Альметьевсгаз». Если же оборудование сломалось и его необходимо заменить, нужно обратиться в «Альметьевсгаз» и написать заявление. Рената Саидгараева, Тимур Туманов, Новости Юго-Востока.